Ты запомни, сынок, золотые слова, хлеб всему голова, хлеб всему голова. Здравствуйте! Сегодня мы сделаем хлеб свой собственный, потому как продают всякую ерунду в магазинах, поэтому приходится делать самостоятельно. Сделать хлеб можно с помощью какой-нибудь хлебопечи, например, вот такой вот горенье, которое у меня горенье. Вот такая вот, это не реклама, просто такая вот печка есть. Она отличается от многих других тем, что она такая вытянутая, то есть хлеб внутри получается стандартный, такой прямоугольный, а не квадратный. Там есть две мешалки, которые перемешивают тесто. И, в принципе, весь процесс, он простой. Засыпаем ингредиенты, включаем, на выходе получаем готовый хлеб. Внутри есть вот такая вот емкость с мешалками внутри, с двумя. В нее мы засыпаем ингредиенты, вставляем в печку, нажимаем, выбираем режим и, собственно говоря, все. Для начала в эту емкость, в которой вот эти самые две мешалки, заливаем растительное масло. Примерно полторы столовые ложки, ну вот на эти прямо мешалки капаем на глаз, чтобы получилось примерно полторы столовые ложки. Дальше. Я использую весы для того, чтобы проще было засыпать продукты. Можно их включить. Тара будет обнулена. Первым делом, вот после уже масла, засыпаем муку. Муку можно использовать пшеничную, желательно высшего сорта. И засыпаем 300 грамм. 300 грамм, прямо вот по весам смотрим, что там получилось 300 грамм. 250, 270. О, 300 грамм. Засыпали 300 грамм. Следующее действие. Две чайные ложки соли. Кстати, к хлебопейске прилагается вот такой инструмент. Здесь чайная ложка, столовая ложка. Вот такая вот палка-ковырялка, чтобы эти картошки вытаскивать. И стакан мерный. Нам понадобится две чайные ложки соли. Отмеряем соль. Засыпаем две чайные ложки соли. Постепенно, вот так вот, по всему пространству рассыпаем эти две чайные ложки. Одна столовая ложка сахара. Берем вот так вот, прямо отмеряем. Бедная ложка сахара. Одна столовая ложка сахара. Полторы чайные ложки сухих дрожжей. Лучше использовать сухие дрожжи, потому как... Ну, например, вот такие, да? Потому как мокви, дрожжи, они не очень хорошо здесь работают. Полторы чайные ложки. Одна ложка. И еще... Планинка. Просыпаем по всему периметру. Следующее действие. 200 миллилитров воды. Это вот именно вот на такое количество луки. 200 миллилитров, это как раз вот этот мерный стаканчик. Он на 200 миллилитров. Но вода должна быть обязательно теплая. То есть не горячая, не холодная, а теплая вода. Поэтому я сейчас разбавлю. Чуть-чуть холодной. И чуть-чуть горячей. Чтобы получилась именно теплая вода. Градусов 40, 50. Даже лучше даже 40. 40 градусов воды. Заливаем 200 миллилитров. И последнее, что нужно добавить, это солод. Солод это вот такая штука. Во многих магазинах не знаю, что это такое. Солод делают квас, пиво, всякое такое. При желании можно найти всегда на Озоне. На Озоне можно купить. Сюда добавляем чуть меньше стола ложки, примерно половину стола ложки этого солода. На такой объем целая многовато будет. Вот собственно все. Добавили все ингредиенты. И теперь вот эту вот емкость вставляем в пазы. Емкость с содержимым вставляем в хлебопечь до упора. Закрываем ее. Выставляем вот здесь параметры. Объем. Ну вот здесь варианты какие. 900 грамм и 1200. Можно поставить 900 грамм. И цвет корочки. Ну я обычно ставлю самый такой черный. Он дается при большем времени запекания. Вот три часа восемь минут. И после этого нажимаем старт. Все. Печка начинает делать замесы. Нагревать. Поднимать тесто. Запекать. В общем все это займет где-то 3 часа. 8 минут. Когда пройдет это время я покажу что получится. И так 3 часа прошло. Еще необходимо подождать час. Потому как если сразу же достать хлеб, то корка будет конечно горячая и хрустящая. Но внутри хлеб будет не очень. Поэтому лучше пускай корка будет не горячая, но зато хлеб будет готовый. Открываем. Вот такая штуковина получилась. Теперь необходимо выгрести хлеб из этой вот емкости. Достаем вот эту самую емкость. И переворачиваем ее. Горячая. Все. Вот такой вот хлеб получился. Здесь, в этих вот отверстиях находятся мешалки, которые там были. Две штуки. Для того, чтобы их вытащить, нужно взять крючок. Так. Вот такие вот крючки нужны для того, чтобы вытащить вот эти самые мешалки из хлеба. Берем вот так, одна и вторая для горячей. Вот. И получился вот такой вот хрустящий хлеб. Ну, этот хлеб теперь можно порезать. Положить на него сало, колбасу, что-нибудь еще. Получился горячий, хрустящий, вкусный хлеб. Лучше, чем в магазине в миллион раз. Попробуйте, вам понравится. И razón то бопробуйте, ведь мы посмотрем... Люди忘 burnoutируем. Его поднимались и следующим не correspond�. А приеме-деби напряжемся кшурсовке. Самой, когда все будет встретиться, Но я думала, что ли и кшур entscheелен, что бери... ...любее хорошая лfreiну, 3-леток шум programmes били на проходket. Эритаж крепкий слайд. Берем много, где болницы в алкозерный дрожьية! В начале.